Человека в том мире, в котором он проживает, заключается в том, что человек не знает ключевых истин, моих, эзотерических. Одна из ключевых истин заключается в том, что человек вдруг, в какой-то момент, начинает думать, что он никому не нужен. Это называю я словом «надобность». И в случае, если человек начинает говорить, там, женщина живет, она начинает говорить, детям я не нужна, мужу я не нужна, себе я не нужна, вообще никому я не нужна, никому не интересно, я не нужна никому. Вот в случае, если вы это произносите, то знайте, у вас таким образом, когда вы говорите, я не нужна или я не нужен, просто так ляпнули или просто сказали, это является элементом проклятия. Вот это слово «я не нужна» или «я не нужен» является мощнейшим камнем преткновения, который закрывает в дальнейшем денежные потоки. И просто так ляпнули перед женой «я не нужен, наверное, больше в этой семье». Но зачем это говорить, это уже другое дело. И здесь понятно, что это является признаками манипуляции, возможно, с требованиями какими-то. Но как с этим справиться вопрос? Необходимо себе произносить каждый день. Утром просыпаетесь и говорите «я нужен всем на земле». А еще подумайте над такой темой, она звучит так. А зачем вы должны быть кому-то нужны? Зачем вы вообще нужны кому-то? Вот часто человек живет с позиции эгоизма. То есть он говорит «мне должны вот эти, мне должны вот эти, мне должны вот эти». А зачем ты им нужен? Вот женщина мне сегодня написала, Андрей Андреевич, подскажите, я пишу, вы ученица школы нет? Я вам нужен, а вы мне зачем? Вот просто подумайте над этим. Вот это элемент ощущения надобности. Человек говорит там «я не хочу много зарабатывать, а ты кому-то нужен?» Я хочу, чтобы ко мне деньги текли, а ты кому-то нужен? И вот в этот момент нужно понимать, что одна из задач, ключевых моментов жизни заключается в том, что человек, который хочет денег, он должен быть прежде всего нужен большому количеству людей. Но начинать необходимо с родных. Нужен детям. Почему? Потому что для них что-то делаешь, убираешь, помогаешь, растишь и так далее. То есть ты увеличиваешь у себя элемент, который называется «надобность в тебе других людей». То есть когда человек думает, он думает, так вот, почему у Дуйко получается хорошо? Потому что у меня тысячи, десятки тысяч учеников, и я им необходим. То есть у меня есть возможность быть нужным для этих людей. Естественно, это является одним из элементов увеличения, в том числе и прихода в жизнь мою, потока денег. И надобность эту необходимо расширять. Каким образом? Делайте что-то для людей, советуйте. Старайтесь, старайтесь прежде всего начинать с самых близких. Будьте нужны вашим близким. Будьте нужны. Каким образом можно быть нужным? Это поддержка близких. Вот помогаешь там дочери, помогаешь сыну. Помогаешь, чем помогаешь? Не только деньгами, а помогаешь в том, что советую что-то, разговариваешь с этим человеком, как у иудеев в шаббат. То есть это время, когда все могут отложить телефон, прийти, сесть и сказать, что у людей происходило за неделю. И потом они нуждаются друг в друге. То есть они приходят, они нуждаются друг в друге. То есть они нуждаются в том, чтобы была надобность в них друг у друга. И вот эта надобность, она больше связана с тем, что можно с кем-то поговорить. Можно в ком-то виде человека, с кем можно общаться. Можно к кому-то тянуться. Эта надобность, она важна. Не напрасно люди часто заводят друзей. Зачем? Чтобы увеличить свою надобность. Они начинают выступать в интернете. Зачем? Чтобы увеличить свою надобность. Такая вот надобность, как ни странно звучит, является элементом, который в дальнейшем может принести материальное благополучие в семье. Что еще?